Спортивный праздник для сотрудников СМИ в Вялках прошла юбилейная 10-я журналиада Подмосковья. За звание самых сильных, ловких и выносливых боролись 14 команд со всего столичного региона. Среди участников состязаний был и коллектив нашего телеканала. Люберецкие звезды светят ярко, где ЛРТ нам всегда будет жарко. Только вперед и только к победе. С таким настроем люберецкие звезды прибыли на 10-ю журналиаду Подмосковья. Для телеканала это не первое участие в спортивном проекте. Ранее сотрудники ЛРТ занимали в нем призовые места и становились победителями. Новая команда обещает не подвести. Настроение отличное. Пришли поддержать меня вся семья. Дети, муж готовы побеждать. На победу рассчитывает каждая команда, но главная цель – провести время в компании коллег. Пандемия заставила соскучиться по такому формату общения. Журналиады – это всегда праздник для журналистов. Это объединяющий такой момент, где мы можем встретиться не только посостязаться в спортивных каких-то состязаниях, но и также обменяться опытом, увидеться. Настроение прекрасное. Выходной день хоть размяться. Спортивный праздник. В последнее время поводов немного для этого было, да, за пандемией. Теперь наконец-то можно вырваться. Именно поэтому на юбилейной журналиаде небывалое количество участников. 14 команд из 10 городских округов. В каждой по 5 человек. У нас болельщиков очень много. Поэтому я рада тому, что журналисты откликнулись на наш призыв. И сегодня они получат большой заряд эмоций, бодрости, которые им помогут в той непростой работе, которую мы с вами выбрали. Заряд эмоций журналисты получили еще до старта игр. Перед началом соревнований прошло награждение победителей лауреатов конкурса «Спортивное Подмосковье». Сюжет с телеканала «ЛРТ-2» рекордсмена в одном округе о Люберчанах Сергея Гаджаняне и Ксении Лукиной занял второе место в номинации «Лучший репортаж». В нашем округе в Люберецком очень много уникальных людей, особенностей спортсменов. Я хотела показать самых таких ярких представителей. Я считаю, что это неподражаемые и неповторимые герои. Тем временем остальная часть сотрудников телеканала готовится к первому испытанию – перетягиванию каната. Давай, давай, ребята, разминаемся. Нам нужна только победа. Наставление капитана команды и разминка помогли. Но двумя соперниками либерецкие звезды одержали победу. «Команда, которая против нас была, она тоже очень хорошо давала давление. И на 40% мы начали расслабляться в самом начале. Но в конце прибавили и начали тянуть соперников к центру поля и победили». По сравнению с другими заданиями, перетягивание каната можно считать разминкой. Впереди более серьезные испытания, требующие внимания и сосредоточенности, ловкости и скорости, сил и выносливости. «Два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два!» Задание футбаскет, точные попадания в кольцо и удары в ворота принесли команде дополнительные баллы. «Сработало то, что кольцо будет кривым. Если бы оно было прямое, я бы не попала». Испытания, с которым либерецкие звезды справились лучше всего – скалодром. Участникам понадобилось чуть больше 30 секунд, чтобы взобраться наверх. «И все! Давай, давай, давай! Молодцы! Организовано классно. Мне кажется, будет призовое место». Инструктор оказался прав. На скалодроме команда телеканала ЛРТ завоевала второе место. Удачно выступили и в эстафете, взяли бронзу. Самым волнительным моментом стало объявление победителей в общем зачете. И здесь призовое второе место. Уступили городскому округу Щелково. «Мы сюда ехали за местом. Мы просто так не участвуем в конкурсах. Поэтому если идти, то идти только вперед и рассчитывать на хорошие результаты. У нас все для этого шансы есть. Поэтому я считаю, что мы очень хорошо, достойно выступили. Мы просто большие молодцы». Ежегодные соревнования среди сотрудников СМИ проводит Союз журналистов Подмосковья при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Бессменная площадка журналистов. Центр офицерское собрание. Его руководителю Сергею Долгову вручили в этот день почетный знак Союза журналистов России за заслуги перед профессиональным сообществом.